Мы переходим далее к оперативной информации. В Харьков снова под обстрелом. В ночь на 2 июля украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в городе. Конечно, мы будем ждать еще информации от местной власти. И будем вам обязательно сообщать все подробности в течение нашего эфира. Взрывы слышали и в Николаеве. Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич. Ну и также добавим, что российские войска обстреляли Бахмут. По меньшей мере 5 раненых. Среди них 11-летний ребенок. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко. Российские оккупационные войска утром 2 июля обстреляли город из пушек. Днем нанесли также авиаудар. В течение 1 июля российские войска выпустили более чем 270 мин, ракеты и снарядов разного калибра по территории Сумской области. В Шелгинском обществе пострадала 64-летняя женщина. Ее ранило обломом российского снаряда. Об этом сообщил Дмитрий Живицкий, глава Сумской областной военно-гражданской администрации. Также была повреждена инфраструктура. Это дома мирных жителей, это фермерские хозяйства, электросети и водонапорная башня. Вы видите фотографии, также проиллюстрируем вам дом разбившихся врагов гражданских мирных людей на Белопольщине. На фото также глуховское общество. По меньшей мере было разрушено 3 жилых дома. И переходим к оперативной ситуации из городов украинских, как сказала уже Каролина, в Николаеве. Слышали взрывы. О Николаеве, о Донбассе также будем далее говорить. Сейчас с нами на связи наши коллеги Елизавета Кротик, Алена Грамова и Анастасия Волкова. Будем с нашими коллегами обговаривать ситуацию, как прошла ночь в Украине. Лиза, здравствуй. Мы рады тебя приветствовать в нашем эфире. Начнем, собственно, с Николаева. Какая ситуация? Хочется услышать детальнее у тебя, вот о словах Сенкевича. Он сказал, еще раз напомню нашим зрителям, что слышали взрывы в Николаеве. Как прошла ночь? Что за взрывы? Так, Денис, здравствуйте. Ну, действительно, утром сообщали местные жители о мощных взрывах. Сейчас говорят, что в отдельных районах идет дым. Ну, и официальной информации по местам прилетов, по каким-то разрушениям пока нет. Ждем информации от военной комендатуры города. Также вчера было 12 ракет запущено по Николаеву. Прилетело именно в промышленные объекты инфраструктуры, в разные такие местные частные предприятия. К счастью, жертв и раненых нет. Но знаем, что в Николаеве 29 числа произошла трагедия. Это утром российские войска запустили приблизительно 10 ракет по городу, вследствие чего попали в жилой дом. И вот завалы, эти разрушения разбирали двое суток. И вчера закончили работы. Стало известно, что погибло 8 человек, еще 6 получили тяжелые ранения. И вот именно вчера закончили работу и нашли тело еще одного человека. И сейчас город действительно живет в таком страхе, потому что видим, что российские войска активно обстреливают город с разного оружия, используют как ракеты, так и какую-то наземную артиллерию. И именно сегодня вот утром в 5 утра слышали звуки, похожие на прилет именно пиона. Это далекобойная артиллерийская системная установка. Но пока, как я уже сказала, действительно еще никакой информации нет. И я дадам, что вот эти вот звуки взрывов были слышны во время сигнала воздушной тревоги. И в три ночи прозвучал этот сигнал, и он длился приблизительно 3 часа. Также активно российские войска обстреливают и область постоянно под обстрелами города Чаков, село Шевченково, Николаевской области. Там жители живут действительно в таком постоянном страхе, потому что прилеты там ежедневно, и звуки взрывов, и именно такие артиллерийские обстрелы у них действительно каждый день. Сейчас это вся информация, которую удалось собрать. Следим за новостями, ждем также официальной информации от местной власти. По сегодняшним прилетам мы будем надеяться, что нет ни жертв, ни пострадавших, и повреждения будут незначительны. На эту минуту у меня все. Алена, передаю теперь слово тебе. Спасибо, коллеги, приветствую вас. Но нанесение ракетных ударов, использование кассетных снарядов по Славянску и использование ракетно-зенитных комплексов, а также крупнокалиберной артиллерии по Авдеевке. Вот такое оружие используют российские войска, обстреливая города Донецкой области. Кроме того, по официальным данным Главного управления национальной полиции в Донецкой области, мы знаем о том, что российские войска используют и снаряды, используют Х-22. Коллеги, более детально сейчас расскажу. Буквально через час после того, как был обстрелян ракетами город Бахмут, мы находились на месте, увидели разрушение. Денис, вы уже сегодня сказали о том, что было пять пострадавших. Действительно, это так. Был разрушен один жилой дом, трехэтажный. И сразу жители трех квартир оставились без своего жилья. Кроме того, еще один ракетный удар был нанесен вблизи торгового центра. Там тоже пострадавшая была женщина. Ей сразу оказали всю первую медицинскую помощь. На сегодняшний день, со слов главы области Павла Кириленко, самым небезопасным районом является действительно Бахмутский район. Это и сам город Бахмут, где из 8-тысячного населения сейчас в городе остается около 24 тысяч мирных жителей. Это и населенные пункты вблизи, и это город Северск, которым нам вчера, коллеги, удалось побывать. Немного расскажу об этом городе. Здесь обострилась ситуация около двух недель назад, хотя город уже в течение двух месяцев российские войска обстреливает. Сразу при въезде можно видеть разрушение, разрушение частных домов. И в городе находится по-прежнему очень много людей. В городе отсутствуют коммуникации. Люди готовы километры проходить для того, чтобы набирать для себя из колодки воду. Готовы часами ждать подвоза хлеба, однако все, с кем нам вчера удалось пообщаться, город покидать не собираются. Здесь нет мобильной связи, поэтому люди уже даже и забыли, что такое мобильные телефоны. Кроме того, коллеги, хочу сказать, что впервые, работая львиную долю все-таки на севере Донецкой области, мне впервые вчера пришлось увидеть могилу местного жителя, который погиб 30 июня от обстрелов российскими войсками и похоронили его близко, и найдя его под завалами вблизи его дома. От его дома ничего не осталось, ни от гаража, ни от сарая. И до сих пор неизвестна судьба его супруги, то есть, возможно, она находится под завалами. Мне удалось пообщаться с его другом, который, собственно, позавчера участвовал и в поиске своего товарища, поэтому прошу послушать Сергея. Расскажите о погибшем. Вот в трех словах это ваш товарищ. Это лучший друг у него. Его нашли в сарай. Я с женой пришли, пришел его кул. И тогда только его вытянули. Он уже был все, он был мертвым. Тогда только позвали на помощь, тогда только пришли, помогли его вытянуть. Мы его здесь похоронили, потому что больше хоронить не нужно. Непростая ситуация в Северске складывается на сегодняшний день. Я хочу напомнить, что ООН, коллеги, находится всего в 30 километрах от Лисичанска, Луганской области, где на сегодняшний день проходят активные боевые действия. Призывает глава области всех эвакуироваться. Особенно это касается Бахмутский район, который отстреливается ежедневно. Но не без хороших новостей. Мы знаем о том, что населенный пункт Павловка, который находится в Углегорской общине, был освобожден вооруженными силами Украины. До начала полномасштабного вторжения здесь проживало около 2000 мирных жителей. И этот населенный пункт более трех месяцев находился в оккупации. Однако вооруженные силы Украины освободили этот населенный пункт. И вчера уже туда доставлялась гуманитарная помощь. И проводилась эвакуация всех желающих его выехать. Если коротко, у меня все, коллеги. Ну а я хочу передать слово Анастасии Волковой в ситуации в Луганской области. Моя коллега знает больше. Спасибо большое, Алена. Про ситуацию в Луганской области. Там сегодня ситуация очень тяжелая. Остается только город Витчанск под флагом Украины. И за него сегодня идут очень сильные бои. Стреляет российская армия из всего, что угодно. Да, это используется тяжелая артиллерия, используется авиация. Вот нефтеперерабатывающий завод, который находится в Луганской области, по направлению, уже на некоторых районах иногда идутся уличные бои. Заходятся диверсионно-разведывательные группы. Ситуация в городе очень тяжелая. Постоянно что-то где-то взрывается. Постоянно слышны выстрелы. Нет, ну коллеги, ни 10 минут, ни 20 минут, чтобы был какой-то отрезок тишины. Постоянно что-то где-то взрывается. В городе нет связи, нет интернета, нет воды, нет света, нет газа. Люди живут в полной изоляции. Вынуждены набирать воду, выходить за пределы города в водоемах, либо же на радиках. И тогда они тоже становятся решения для оккупантов. Потому что россияне специально обстреливают места скопления людей. Вот недавно обстреляли спасателей, которые привезли в воду. Люди 8 убитых, более 20 раненых. Которые сейчас пытаются везти во всех уголках Украины. И нам удалось пообщаться с принцессами жителями, которые показали свои квартиры, которые там пострадали, погорели. И таких домов в Месчанске сегодня очень много, потому что горит сразу, может гореть 5-10 домов, 20 домов. И это все происходит из-за действий россиян. Прибегаю посмотреть сюжет. Вот такие звуки на протяжении дня. Постоянно. Эти звуки доносятся из-за северского Донца, из Севердонецка. Работает тяжелая артиллерия, работает авиация. Вот одно из последствий попадания возле рынка. И на сегодня, вот вы видите, рынок полностью выгорел. Все модули пострадали. Дмитрий на велосипеде развозит хлеб из гуманитарного штаба по адресам для тех людей, кто не может дойти до места выдачи помощи. Все это делает под регулярными обстрелами. Ты развозил вот сам на велике сейчас гуманитарную помощь? И сколько адресов? Вот подказ, потому что за новую поеду. Что развозишь? Хлеб, продукты. И как часто? Каждый день. И не страшно? Всем страшно, но надо. Это мой город, мои люди здесь. Мы сейчас поднимемся выше этажами. Вы увидите, что полностью вся девятиэтажка выгорела, как свеча. А это, собственно говоря, квартиры этажами выше. Мы поднялись на крышу жилого дома. Отсюда хорошо виден оккупированный российскими войсками областной центр Северодонецк. Спускаясь, увидели 84-летнюю Елену Сергеевну. Она согласилась показать нам свою квартиру на четвертом этаже. Три дня назад та горела. Вот, заходите, пожалуйста. Значит, окна нету. Заходите, заходите. Окна полностью нет. Это я простыней. Ребята мне пришли и закрыли на эти самые навоздики. Вот все, были люди-пожарники. И все водой обливали, поэтому квартиру не зайти. Порядков никакого нет, естественно. Кемнота, все черное. Вот. Зала, зала черное. Бьют, бьют. Я не знаю. Попадали, вот это положили мешки, чтобы стекла не попадали. Но все черное. Вот, видите, все черное, все обливали, все горело. Да. А я выскочила. Это я была, снимала с этого самого, с матраса, все гадость эту, что падало. Двери все сгорело. Тут даже спать я не знаю, как можно. А как вы тут спите? Я в подвале. А, вы тут не спите, да? Нет, ну а как же, можно спать, если сюда, это самое. А соседка, вот это была у нас перегородка с соседкой по балкону. Видите, ничего нет. Когда это все произошло, днем? Да, днем это было. Это было днем. Я сидела на кухне и, ну там, то воду пила, то кушала. А снаряд, наверное, сюда попал. Я не знаю, откуда такой пожар, такое пламя, что я выскочила. Вот. И третий этаж горел. Ну, у нас в этом подъезде со второго по девятый этаж полностью сгорели квартиры. Лисичан с подплотным огнем российских военных. В городе большая часть жилых домов уничтожена. Мы сегодня, вот все, кто здесь присутствует, на крыше, на квартирах, на каждой стояли, спасали. Вот тут часть дома, чтоб не сгорела. Мы поливали водой сами. Я, например, сегодня залазила даже на крыше, тушила, а что сделать? Я 50 лет, живя здесь, впервые побывала на крыше. Нам главное было спасти вторую часть дома. Это было самое главное, понимаете? Если здесь мы уже ничего не могли сделать, то надо было спасать. Под обстрелами ходим воду, себе носим, он в тех баклажках, 5-литровых. Это у вас техническая, да? Техническая. А питьевая? Нет, а питьевая мы ходим на родник берем. Там нас отстреливают. Это эмоционально тяжело, физически тяжело. Фитнес. Голубой родничок утром. А в обед сдаем на пожарника. Лисичан сегодня единственный город под флагом Украины в Луганской области. Россияне уже контролируют часть лисичанского нефтеперерабатывающего завода. За него идут сильные бои. Территория предприятия постоянно горит. Город пытается штурмовать с попаснянского направления. Ситуация критическая. Украинская власть призывает людей эвакуироваться. Анастасия Волкова, спитальная информационная марафона Freedom, телеканала UA. Традиционно в каждом эфире мы говорим о том, что происходит на фронтах украинских. Коллеги, покажите, пожалуйста, сейчас карту. Это карта американского института изучения войны. Начнем с, собственно, Харьковского направления, как раз Харьковской области. Генеральный штаб Вооруженной силы Украины, говоря о Харьковском направлении, заявляет, что российские войска ведут штурмовые действия по направлению Кочубеевка, Дементьевка. Я напоминаю нашим зрителям, что вот та территория, которая обозначена голубым цветом, это территория, которая была освобождена Вооруженными силами Украины. Тем не менее, Харьков обстреливается. Сегодня мы говорили о том, что в городе были слышны взрывы. По сообщениям СМИ, также сработали силы противовоздушной обороны. Переходим, давайте ближе еще к славянскому направлению. Генеральный штаб Вооруженной силы Украины говорит о том, что противник, то есть российская армия пытается усовершенствовать систему логистического обеспечения. Обеспечение на именно славянском направлении. Также ранее американский институт изучения войны, эксперты американского института изучения войны говорили о том, что Славянск это стратегический город для Вооруженной сил Российской Федерации. Именно его в ближайшее время попытаются пойти в наступление как раз по славянскому направлению, попытаются оккупировать город, российские войска. Естественно, ни о каком освобождении речи не идет, которое звучит в заявлениях пропагандистов Кремля. Город обстреливается постоянно, скажем так, местные жители говорят о постоянной опасности для жизни. Как раз и наша коллега Алена Грамова также рассказывала о том, что ситуация в городе крайне сложная. В Адимлях местный мэр также рассказывал и в наших эфирах о том, что происходит. Давайте сейчас посмотрим, что происходит у нас на Лисичанском направлении. Мы слышали заявление и нашей коллеги Анастасии Волковой о том, что да, ситуация сложная. В Лисичанске город буквально почти окружен Вооруженными силами Российской Федерации. Видим сейчас территорию города. Да, это последний большой город, который остался в Луганской области под контрольным вооруженным силам Украины. Город находится под постоянными обстрелами. Мы также часто обращаемся к Сергею Гайдаю, который рассказывает о ситуации в Лисичанске. Сергей Гайдая – это глава Луганской областной военно-гражданской администрации. Сергей Владимирович говорит о том, что ситуация крайне сложная. Российские войска пытаются зайти в город, идут бои за Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, город обстреливается. Лисичанск – это высота, стратегическая высота для войск как Украины, так и войск Российской Федерации. Ну и таким образом Вооруженные силы России пытаются все-таки совершить, выполнить приказ главы Российской Федерации, я так понимаю, представители Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации о взятии Луганской области. Давайте перейдем также еще, посмотрим, что у нас на других направлениях. В том числе можем посмотреть сейчас на Херсонское направление. Одно из самых успешных для Вооруженных сил Украины постепенно освобождается все больше и больше. Херсонская область, как мы видим, напомню, что Алексей Арестович, советник главы Офиса президента Украины, в своих недавних заявлениях говорил о том, что город видно с бинокля. Даже вот такая ситуация, еще раз напоминаю, голубым цветом отмечена территория, которая уже освобождена Вооруженными силами Украины. Ну и вот подобная ситуация, давайте покажем детальнее, по пунктам, по населенным пунктам, которые освобождены Вооруженными силами Украины и будут далее освобождаться. Напомню, что Кирилл Буданов, начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины, говоря о сроках освобождения Херсона, заявлял примерно август. Естественно, ситуация может меняться. Понятное дело, она зависит непосредственно от силы Вооруженной силы Украины, от того вооружения, которое есть у Украины, насколько быстро и эффективно оно приходит в Украину. Но если говорить об эффективности, Вооруженные силы Украины эффективно уничтожают точки Вооруженной силы Российской Федерации, в том числе, ну и, естественно, в технике. Еще одна точка, которой нет, если мне не изменяет память на этой карте, но она довольно стратегическая, и в последнее время о ней много говорят, это остров Змеиный. Остров, который Вооруженные силы Российской Федерации покинули, ну как, по крайней мере, по заявлению господина Коношенкова, это спикер Минобороны Российской Федерации, покинули по доброй воле, жест доброй воли сделали, вот, правильно, коллеги как раз показывают, находится он в Черном море, если мне не изменяет память, вот как раз вот эта точка, отмечена она, наверное, голубым цветом, там она небольшая, да. Вот это и есть остров Змеиный, тот остров, за который шли долгие бои, Вооруженные силы Украины смогли освободить остров от представителей Российской Армии, в том числе, благодаря украинской разработке гаубицы Богдана. По словам главнокомандующего Вооруженной силы Украины, генерала Валерия Залужного, именно в том числе, благодаря украинской разработке, не только, конечно, но вот среди прочего и Богдана помогало довольно эффективно выместить из Змеиного Вооруженные силы Российской Федерации. Добавлю, также мы сегодня уже об этом говорили, что российские войска обстреляли Змеины с помощью фосфорных бомб, но по своей доброй традиции даже в остров они не могут попасть. Попали в Черное море частично и частично обстреляли сам остров. Я так понимаю, отчитались уже в Минобороны Российской Федерации. Спасибо, коллеги. Вот как раз это видео опубликовано оно главнокомандующим Вооруженной силы Украины, генералом Валерием Залужным, также в социальных сетях Вооруженной силы Украины оно было. Вот буквально на первых кадрах видно, как бомба одна из падает в Черное море, скажем так. Настолько, видимо, небольшой участок суши, что даже по нему попасть тяжело. Вооруженным силам Российской Федерации мы знаем, что точность это точно не про Вооруженные силы России, скажем так. Точка стратегическая, пока что живая сила, украинская армия не занимает ее. Я думаю, понятно почему, потому что будут продолжаться обстрелы Вооруженных сил Российской Федерации, острова Змеиный. Но, я так понимаю, отчитались уже, скорее всего, для Министерства обороны Российской Федерации, там, не знаю, авиация, наверное, Россия о том, что уничтожена и живая сила украинской армии, и, наверное, снова стая байрактаров, как обычно об этом говорят российские пропагандисты, и в том числе господин Коношенко. Вот такая ситуация у нас на фронтах по состоянию на 2 июля 2022 года. Ну, либо это был еще один жест доброволи, просто потратить так вооружение, даже не попав в остров. Ну, а мы продолжаем. Российским войскам, как уже говорил частично мой коллега, не хватает сил, чтобы удерживать контроль в оккупированном Херсоне. На юге растет украинское сопротивление, об этом сообщает СНН, в свою очередь ссылаясь на высокопоставленных чиновников Соединенных Штатов Америки. Но российские войска продолжают обстреливать мирные города, продолжают разрушать инфраструктуру украинских городов. Подробнее о ситуации на 129-й день войны России против Украины в сюжете наших коллег. 21 человек, среди которых один 12-летний ребенок погиб, еще 38 получили ранения вследствие ракетного удара российских войск по курорту в Одесской области. В больнице также находится пятеро детей, из которых двое в очень тяжелом состоянии. Конечная цель России – это геноцид украинского народа. В очередной раз нелюди заявили, что били по складу с боеприпасами. Может, расскажете об этом погибшему ребенку? Или мальчику, который находится в реанимации? Там не было никаких военных объектов. Россия никогда не отмоется от статуса страны-террориста. Продолжают обстреливать мирные населенные пункты российские войска и в Сумской области. Только за прошедшие сутки российские оккупанты выпустили по региону почти три сотни разных мин, ракет и снарядов, сообщают местные власти. Повреждены дома мирных жителей, фермерские хозяйства, электросети и водонапорная башня. В течение дня, начиная с 9 утра, россияне выпустили более 270 мин, ракет и снарядов разного калибра по территории Сумской области. Пострадала 64-летняя женщина. Она как раз работала на огороде. Как начался обстрел, ее ранило обломком русского снаряда. По меньшей мере, три дома разрушены. Дмитрий Живицкий, глава Сумской областной военной администрации. Бьют российские оккупанты и по Донецкой области. Накануне обстреляли город Бахмут. Из пушек днем нанесли по нему авиаудар. По меньшей мере, пятеро мирных жителей получили ранения. Среди них 11-летний ребенок. На оккупированных территориях Луганской области российские войска начали массовый грабеж имущества. В частности, они вывозят оборудование из шахты родина, находящейся в золотом. Об этом сообщают местные власти. Россияне охотятся за людьми, которые поддерживают Украину. К счастью, большая часть из них эвакуировалась. Также за счет местного населения враг пытается пополнять ряды так называемой армии ЛНР. Люди могут покинуть город в сторону оккупированных населенных пунктов, а затем добраться до свободной территории Украины. Александр Стрюк, руководитель Северодонецкой военно-гражданской администрации. За минувшие сутки на южных рубежах фронта украинские военнослужащие уничтожили 27 человек личного состава российской армии. Зенитно-ракетный комплекс ТОР, самоходную гаубицу М-100С, 3 единицы бронированной и автомобильной техники. В течение дня по позициям наших подразделений, по острову Змеиному и просто по мирным жителям нанесено 6 авиационных ударов вертолетами, парно и группой. Враг отрабатывал по Херсонской и Николаевской областях, подытожив вечером самолетами-штурмовиками, но без наших потерь. В ответ наши авиаторы парными налетами нанесли удары по складам боеприпасов, опорному пункту и скоплению вражеской силы и техники в районе Снегиревки, Благодатного, Ольгиного и Давыдова Брода. И сообщение оперативного командования ЮГ.